Ну а теперь старт. Итак, Раиса Сметанина. Второй стартовый номер. Для нее это пятая Олимпиада. Три золотые, пять серебряных, одна бронзовая награда завоевана, завоевана ею на Олимпиаде. На четырех предыдущих Олимпийских играх. На чемпионатах мира, а их у нее было семь, четыре дистанции. И ей останется единственная стоять в тенечке или на солнце, как уж получится, и дожидаться окончательного результата. Окончательный результат будет только тогда, когда финиширует Мари Лис Кирвизниеми. Любовь Егорова, лыжница из Сарови, можно так сказать. Любовь Егорова, результат с Сметаниной, пять сорок пять и две. Уже четыре секунды выигрывает, почти четыре секунды выигрывает Любовь Егорова у Раисы Сметанины. Достаточно скромно она сказала в интервью, вы это помните, называя и Любовь Егорову, и финских, и норвежских лыжниц, и итальянских лыжниц, претенденток на пьедестал почета. И когда я у нее спросил, ну а где же Вяльфи, и раз, напомню, первые зимние Олимпийские игры состоялись в 1924 году во Франции, в Шамании. Затем в Гренобле в 1968 году участвовали уже спортсмены Советского Союза, бывшего Советского Союза. Наша команда выступает под названием, вот вы видите, СНГ, Соброса независимого. Раиса Сметанина, семь с половиной километров позади. Второй отрезок. Информация здесь. Егорова в Вяльбе и Балашова из Чехословакии. Вот пока на первых двух километрах тройка лидеров. Из тех, кто прошел, сейчас отметку 7,7 километра, это уже здесь на стадионе. Пока лучшее время у Сметанина, но мы знаем, что уже много лыжниц идет с большей скоростью. Стефания Бельмондон. Сразу со старта подъем, затем небольшой спуск и вновь подъем. И вот так, поднимаясь выше, выше и выше на протяжении всей дистанции, лыжницы должны будут в общей сложности над высотой лыжного стадиона, 1600 метров над уровнем моря, подняться еще почти на 600 метров выше. Любовь Егорова на ваших экранах, отметка 7,7 километра, выход на лыжный стадион. И информация от наших тренеров с дистанции, первый километр, Морелис Кервисниеми прошла с великолепной скоростью. Так же, как Вяльби и Егорова. Еще одна информация с дистанции от наших тренеров, которые стоят буквально через каждый километр. Стефания Бельмондон проигрывает уже Любовь Егоровой более 30 секунд. И появляется, должна вот-вот появиться Морелис Кервисниеми. Тяжеловато она идет в подъем, но накатистым шагом очень хорошо работает с палками. Третий результат, 3,3 секунды проигрывает Купройдина, 2 километра дистанции у всех. Вот вам положение. Егорова, Вяльби, Кервисниеми, Сметанина, Люк Калинин, Бельмондо. К отметке 7,7 километра ситуация, естественно, изменится. Я делаю паузу, во-первых, чтобы вы посмотрели, последили за бегущим временем. Я присматриваю, что не получается у Елены Вяльби. Это немножко вялость, я бы так сказал. Только лыжи держат хорошо. Проходит под электронным табло. Сейчас будет небольшой подъемчик и выход на лыжный стадион. Лук Калинин в Вяльби. Почти в одно время. 42 секунды проигрывает она Любовь Егоровой. И чуть-чуть опережает Раису Сметанину. Все будет, конечно же, решаться здесь на последних километрах. И вот Рая точно знает, что вот именно здесь нужно отработать. Может быть, доли секунды. Может быть, сотые доли секунды. А отсчет в лыжных гонках теперь уже идет на сотые доли секунды. Потому что, вы помните, в 80-м году практически одно и то же время показали два лыжника на дистанции 15 километров у мужчин. И тогда Юг и Мието остался без наград. А если бы были сотые доли, может быть, финский лыжник, знаменитый финский лыжник, получил бы свою. Тренеры немножко оживились, потому что Любовь Егорова идет, не сбавляя скорости. И идет лидером, опережая соперниц. Ну, по меркам дистанции 15 километров и по лыжным гонкам, опережая соперниц очень намного. Единственное, что может поколебать ее позиции лидера, только падение на крутых спусках. Но славная подготовка у наших девушек всегда была хорошая. Тем временем и Кирвиснееме. Кирвиснееме на отметке 7,7 километра. Она еще далеко внизу. Любовь Егорова рвется на финиш. Чувствуется, что силы у нее еще есть. 8 минут она выигрывает у японской выживки, которая идет слева на ваших экранах. Ну, это просто для информации. Любовь Егорова относительно Раисы Сметаниной. Минуту 40,7 секунды выигрывала она у Раисы Сметаниной. И ее результат теперь становится лучшим. Выигрывает здесь на отметке 7,7 километра. У Вяльбе и Бельмондо выигрывает 3 секунды. Всего-навсего 3 секунды. Но это еще только середина дистанции. Вяльбе и Бельмондо выигрывает. Елена Вяльбе. Елена Вяльбе. Ведут ее по времени Раисе Сметаниной. Но мы знаем, что там еще на дистанции Стефания Бельмондо и Марии Лис Кирвизниеви. Одну минуту 21,5 секунды проиграла Елена Вяльбе Любови Егоровой. Да, нужно сказать, что тренеры, и не только наши команды, тренеры многих команд угадали с точки зрения погодных условий. Я имею в виду, посмотрите, Любовь Егорова стартовала под 16 номером и прошла дистанцию еще пока солнце не нагрело лыжню. Чуть труднее было уже Елены Вяльбе. У нее 34 номер. Ну и, естественно, еще труднее будет сейчас на финише Марии Лис Кирвизниеви. Солнце согревает, а в горах нам на такой высоте. Каждой минутой. Постоянные переговоры тренеров. Все время информация для участниц. И Степания Бельмондони выдерживает напряжение этой гонки. И теперь... И остается... Проиграет. Ура! Елена Вяльбе, Елена Вяльбе. И Кирвизниеми проигрывает. Проигрывает. А вот Люба Егорова уже здесь радуется. Радуется за... За Лену. Так я понимаю. Да. У меня прямо такое... Не знаю. Прямо... Я волнуюсь даже. Кирвизниеми. Шестая. Ну и теперь еще раз. Теперь уже как первой олимпийской чемпионкой. Люба Егорова из Санкт-Петербурга. Хорошо, тогда Люба мне говорит, что ей пора уже спускаться вниз, потому что ее сейчас будут искать. А главный технический директор сегодняшних соревнований Швед Бенгстон предупредил меня, что если я не буду их отпускать вовремя, то больше он не позволит этого делать. Люба, еще раз наши громадные поздравления. Поздравления с этой первой прекрасной победой и огромным удовольствием, которое вы доставили всем любителям лыжного спорта в сегодняшний день. С победой вас, с победой Елены Вяльбис, бронзовой наградой. Четвертым местом нашу великолепную и неувидающую лыжницу Раису Смитовичу.